В школе села Лойма Прилузского района исполнилось 150 лет. Поздравить родное учебное заведение с юбилеем приехали две сотни выпускников прошлых лет. Многие из них теперь живут за пределами Коми. Елена Шумилова о том, как праздновали круглую дату. Это не эпатия на нашу стрельбу? Не, не, не. Не унаю. Выпускники 50-х, 60-х, 70-х с увлечением разыскивают на пожелтевших школьных фотографиях своих однокашников. У учебного заведения уникальная история. Зародившаяся сразу после отмены крепостного права по инициативе крестьян, она сразу стала первой аграрной школой в Прилузье. В середину прошлого века учащиеся помимо основного образования получали сельскохозяйственную науку. Вот здесь располагался пришкольный участок. Вот там чуть пониже стояли теплицы. Мы вставали утром в 4 часа и шли теплицы топить. Представляете, так нам было радостно, что мы такие были ответственные. Мы даже арбузы здесь выращивали. В 77-м году по призванию мы, все выпускники, остались работать в родном совхозе. И через год после работы мне дали именной трактор. Кроме передовиков-колхозников, среди выпускников тогда было много учителей и врачей. Но есть и генералы, художники и даже ученые. Планка была достаточно высокая. Очень требовательные учителя, разносторонние. Много было приезжих, но и свои традиции, очень серьезные в школе, позволили получить хорошее знание. Предметники все были. И самое удивительное, что напополампосте мужчин и женщин было. Ну, мужчины такие, химия, например, физика, информатика, физкультура. Все мужчины предметы. Русский язык, литература даже мужчина была. На юбилей многие пришли с подарками. Александра Лобанова, самая старшая выпускница и учительница, вручила энциклопедии, словари, книги по искусству в школьном библиотеке. Сами экс-учащиеся на памяти себе оставили картину с изображением Лоемской Успенской церкви, при которой 150 лет назад и была организована первая крестьянская церковно-приходская школа. И вам дарится сертификат подарочный на школьный автобус. Выдан Лоемской средней автобусной школе. Однако самый долгожданный подарок, по словам директора учебного заведения от Министерства образования КОМИ, прибудет к новому учебному году. Спустя 150 лет здесь появится полноценный компьютерный класс с мультимедийным оборудованием. Елена Шумилова, Игорь Данилов, Дмитрий Ведерников, телеканал ЮНО.